Затяжные дожди и холодная погода создали серьезную угрозу для будущего урожая. В конце августа, начале сентября, осадки выпадали сверх нормы. Механизаторы по максимуму используют каждый погожий день для работы. Но постоянные дожди мешают вывести комбайны в поля. Несмотря на то, что уборочная началась раньше обычного, в некоторых районах половина урожая еще на земле. И с каждым днем убирать его все сложнее и сложнее. Практически две недели дожди шли, не переставая. Пшеница проросла в колосе, овсы из-за сильных дождей с ветром полегли и уже начали прорастать. Мало того, что прорастать и практически процентов 30-40 уже осыпалось. Эту проблему Михаил Катюков обсудил сегодня вместе с главами районов и аграриями. Проблем с техникой, топливом нет. Все беды из-за аномально дождливой погоды. Глава региона призвал районных руководителей поддерживать сельхозпредприятия и друг друга, в том числе в сушке собранного урожая. При необходимости в регионе введут режим ЧАЭС из-за переувлажнения почвы. Эту проблему зафиксировали уже в 15 районах края. Введение режима чрезвычайная ситуация позволит аграриям рассчитывать на страховые выплаты, а региону избежать возврата в федеральный бюджет денег по заключенным с Минсельхозом России соглашениям. Следить за ситуацией теперь будут ежедневно. Следующее общекраевое совещание назначено на понедельник. Сегодня по краю я знаю, что мы уже более 40% уборку провели, но тем не менее, очевидно, этого недостаточно. Поэтому переходим в штабной режим работы для того, чтобы обеспечивать мониторинг обстановки по всем нашим сельскохозяйственным территориям. Продолжение следует...